Приветствую, друзья! Мозг нужен человеку для того, чтобы помочь ему переработать бессознательное своё мироощущение, как мир устроен, которое задано ему от генетики. Потом плюс воспитание, потом плюс то, что он имеется в виду как социально-биологическое существо, и то, что он имеется в виду как творческий человек, как творец по природе, потому что в нём вся эволюция предшествующих поколений в нём сконденсирована в одном, в его генетике, в генетическом геноме. И он поэтому всё время хочет переработать бессознательно, а потом сознательно, творчески вот это мироощущение, мироощущенческую картину мира, своё внутреннее отношение к миру, в котором он живёт, и в частности, и в целом переработать в сознательную картину мира. чтобы, опираясь на логику, опираясь на то, что он сформулировал уже сознательно в пониманиях, в причинно-следственных отношениях, чтобы мог опираться на это ещё на более высоком, надёжном уровне. Потому что, когда он прошёл через эту переработку у себя, путём проб и ошибок, путём трагедии, путём творческих поисков, сомневаний, сомнений и сомневаний в себе, и создания произведений, разрыва отношений, их нового создания, переживаний. Ну, короче говоря, весь этот опыт бессознательной, а потом сознательной саморегуляции, как выходить из стрессовых состояний, настраиваться на решение каких-то вопросов, вот это всё вместе есть человек. Человек по своей сути прекрасен, он изначально хороший. И если он не деформирован болезнями и жёстким агрессивным воспитанием, он прекрасен. И это проявляется у меня, когда я работаю и с детьми, и когда я работаю и с женщинами, и с мужчинами. Когда они выходят из стресса, вдруг обнаруживается прекрасное, обаятельное лицо, которое было буквально 15 минут совсем другим, нахмуренным, злым, раздражительным, жалующимся. Там тёша не так, бабушка не так, дети не так, там дорога, там дождливая погода. Ну, короче, всё не так, и вдруг через 15 минут – обаяние. Это просто поразительно. Вот оно открывается. И в этом человеке, прямо на моих глазах, и вы это видите на многих наших эльбезах, бесплатных, и на вебинарах видите, какие заходят и какие становятся. И там не я только воздействую, и там мы все вместе помогаем, наша школа человека будущего, Homo Futurs, своей человеческой атмосферой. Так вот эта школа человека будущего – это школа человечности. Оказывается, человек лечится человечностью. Если мы, друзья, будем все человеки, а не просто людьми называться, как говорил Горький, человек – это звучит гордо, и на самом деле он верил в это, и на самом деле и поэтому мы знаем Горького, и поэтому у него фамилия такая. Горький? А говорил об Уровестнике. И мы каждый такой же, друзья, как говорится, Новый год наступил, и сейчас в Новом году у кого-то голова болит, у кого-то не болит, у кого-то настроение плохое, у кого-то хорошее, и мы будем ролик из ролика показывать еще новые приемы. Я в конечном счете тоже у себя осознал в процессе жизни инстинктивную саморегуляцию, бессознательную, осознал ее на сознательном уровне. С вами делюсь, и эти ролики, которые мы будем делать в следующих выпусках, это будут уже посекундные. Ну, короче говоря, сначала был метод «Ключ», потом он развивался вместе с вами, потом он распался на несколько направлений современных, там, где методика все короче, короче, короче по времени, ну, там психогимнастика, подбор действий по своей текущей индивидуальной состоянии, там много принципов и правил, которые я выдаю вам очень легко и просто, о чем вы мне и пишете. Поэтому, друзья, мы шли от минутных, получасовых занятий, вообще в жизни, вообще в жизни, не только в школе, а вообще в жизни, от получасовых, где-то ходили на какие-то занятия, тренировки, там и так далее, медитации и так далее. А у нас мы идем прямо в русле эволюции, в тренде природной востребованности и целесообразности прямо к тому, чтобы, научаясь использовать энергию стресса, а не только снимать стресс, энергию стресса для решения неподъемных задач, и теперь с этим, следующим роликом, мы будем говорить уже больше об этом. Мы впервые в мире, в школе «Человек будущего» Homo Futurus, научаемся выходить на нулевое состояние и через это перезагружаться, формировать себе новый навык, чем больше стресса, тем больше сил, и как переводить энергию стресса, трансформировать в управляемые формы, чего до нас никогда в мире никто не делал. Итак, друзья, до следующей встречи. Субтитры сделал DimaTorzok